Всем привет, уважаемые друзья! Как ваши дела? Сейчас я с детьми приехала в торговый центр Мега Алма-Ата. Хочу посмотреть, что из себя представляет детская игровая активити-зона Тейкабум. Смотрите мой обзор. Вот так нашей большой семьей в субботний день мы выбрались в Мега Алма-Ата. Пошли посмотреть игровой центр Тейкабум, который находится напротив магазина Терра-Нова в Мега Алма-Ата на втором этаже. Детям было интересно буквально в первые 20 минут. Остальное время интерес у них пропал и им стало скучно. Из новинок дети мои увидели только вот этот вот подземный лабиринт, куда детки помладше, конечно, могут в полный рост бегать, играть в прятки. Ну а кто старше 7-8 лет, уже, конечно, сложновато. Они передвигаются вот так вот, ползая на коленках, либо в полусогнутом состоянии. Есть детское мини-футбольное поле, где дети, собравшись в команды, могут поиграть в футбол. Мои дети не играют в футбол, поэтому им это было неинтересно. Пошли дальше, смотрим. Вот такой вот есть детский лабиринт, ну где-то до 7 лет. Детям можно побегать. Есть сухой бассейн с горками. Малышам интересно, старше 6 лет уже нет. Мои старшие дети нашли тарзанку, на которой прокатились по 3 раза. На тарзанку пускают детей от 6+. А также нашли вот такой вот замок, где дети должны собрать все эти шарики в ведерочке и как бы стенка на стенку друг в друга стрелять. Но, поднявшись на второй этаж, мои дети обнаружили то, что вот этот аппарат, из которого стреляют шары, не работает. Ни в том замке, ни в этом замке. Им попросту начали пуляться шариками, просто так руками. Интереса у них хватило ровно на 3 минуты. На батут, как вы видите, очередь очень большая. Прыгают по 5 минут. На входе есть вот такой большой тюльпанчик, цветок, куда тоже вовнутрь могут залазить дети, кататься там и лазить. Родители занимают свое место, могут заказать по меню, по кухне, сидеть и наблюдать за своими детьми. Большой лабиринт, который находится в самом центре игрового зала, был неинтересен моим детям, потому что подобное они уже играли в других игровых центрах и потом по возрасту их уже не запускали, сказав, что до 8 лет только разрешено бегать там. Поэтому тем, кому старше 8, будет скучно. Дети бегают из угла в угол, пытаясь сами себя развлечь, но у моих детей не получилось сделать это с интересом. Через полчаса им стало скучно, и они начали проситься выйти из Тайкобума. При входе на ресепшн детям от 1 года до 16 лет на руки одевают вот такие браслеты. Там я прочитала, что Activity Park принадлежит Ксении Бородиной. Также в центре проходили мастер-классы для детей по изготовлению слаймов, печенья и так далее. Но нам не удалось поучаствовать, желающих было очень много. Входной билет в Тайкобум стоит 5000 тенге в будний день, 7000 тенге в выходной день. Многодетным семьям есть скидка. Покормить детей мы ушли в Бургер Кинг, так как в самом центре не было свободных мест.